Здравствуйте! В эфире Дипломатия и я, Евгения Морозова. Сегодня в нашей студии генеральный консул Соединенных Штатов Америки, господин Эрик Майер. И говорить мы будем сегодня об удивительном празднике. Поздравляю вас с Днем Независимости и, наверное, в вашем лице я всех американцев хочу поздравить с этим светлым праздником. Не грустно ли встречать такой праздник далеко от своей родины? Большое спасибо за поздравление. Мы отмечаем День Независимости 4 июля. В этот день в 1776 году объединились 13 колоний и была принята Декларация Независимости. Конечно, я скучаю по празднованию в окружении семьи в Соединенных Штатах, но как дипломат, а дипломатом я являюсь вот уже 19 лет, я думаю, что лучше всего о Соединенных Штатах я смогу рассказать, если буду делиться информацией о них. И благодаря работе за рубежом у меня есть возможность делиться с казахстанцами тем, как мы празднуем День Независимости. Так что, несмотря на то, что я хотел бы быть дома в этот день, я вижу это как возможность делить этот день с моими казахстанскими друзьями. День Независимости – очень дорогой праздник для любого государства. Есть ли какие-то традиции, есть какие-то особенности празднования этого дня в вашей стране? В Соединенных Штатах принято отмечать этот день, потому что это летний день, это семейный день. День, когда в больших и маленьких городах проходят парады и пикники, играют патриотические песни и музыка, и, возможно, самая традиционная часть этого дня – это фейерверки. А в Казахстане мы провели официальный прием в честь 4 июля, где мы разделили кое-какие традиции с гостями из дипломатического корпуса, культурного сообщества, бизнес-мира. Были, например, блюда, приготовленные по классическим американским рецептам – яблочный пирог, чили или гамбургеры. А в субботу я пригласил своих коллег из консульства на пикник к себе домой. Очень часто в американских фильмах я вижу, вот стоит красивый большой дом, рядом с ним флаг развивается Америки. И при этом люди простые, обычные люди, они очень часто ходят в одеждах национального флага. Не кажется ли вам это несоответствием, вот такая вот шутливая одежда и при этом национальная святыня? Вот ваше отношение к этому? На самом деле нет. Мы стараемся не воспринимать себя слишком серьезно. Мы свой флаг любим. Кстати, у моих родителей дома тоже висит американский флаг. И то, что люди носят его как часть одежды, тоже правда. Но я думаю, что это тоже один из способов быть патриотичным и проявлять любовь к своей стране. Вот в вашем активе очень много языков, в том числе и экзотический для нас мерзкий язык. А изучаете ли вы казахский? И если изучаете, что вот для вас сложно в изучении нашего казахского языка? Я люблю изучать языки, и я уже начал изучать казахский. Я начал его изучать, как только стал генеральным консулом в Алматы. Кстати, я приглашаю вас на наши странички в Инстаграм и Фейсбук, где есть серия видеороликов о том, как я изучаю казахский. Недавно я побывал в семье и посетил музей Абая. Одно из моих любимых произведений Абая — «Галам Тапай Махтанба» — о том, что человек должен быть скромен и стремиться к знаниям. Я с удовольствием изучаю такие фразы на казахском языке. Обязательно подпишусь на вас в соцсетях и буду следить. И вместе с вами учить казахский язык. А знакомы ли вы с какими-то традициями казахскими? И что вам нравится в этом? Есть ли у вас какая-то казахская одежда национальная? И планируете ли вы ее носить просто дома в Гуту? Во время празднования Наурыза я носил красивый шапан, который мне подарили тогда. И я надеюсь, что и в будущем я буду его носить. Мне выпала возможность посетить музей казахских народных музыкальных инструментов. Первый раз в Казахстане я побывал в 2004 году как турист. Я еще тогда его посетил и был впечатлен этим музеем. Красивые и богатые истории и традиции казахской музыки. Десять лет спустя я вернулся в Казахстан уже со своей супругой. И мы оба тогда просто влюбились в страну. Казахские традиции и культура по-настоящему притянули меня в Казахстан. И когда мне выпала возможность приехать сюда в качестве генерального консула, это было для меня исполнением мечты. Потому что я уже побывал здесь и очень интересовался страной. И все началось с того далекого знакомства с казахской культурой в 2004 году. Кстати, в Инстаграме есть видео и про то, как мы с семьей посещали музей. Посмотрите, если у вас будет время. Это совершенно замечательно. Очень радует, что вам нравится этот музей, потому что это тоже мой любимый музей. Вот в вашей независимости гораздо больше лет, чем в нашей независимости. И вот как вы можете сказать, есть ли какой-то секрет, как сохранить независимость и сделать государство по-настоящему независимым? Прежде всего, мы очень гордимся тем, что именно США стали первой страной, которая признала независимость Казахстана в 1991 году. Одним из наших приоритетов всегда было поддерживать суверенитет, независимость и целостность территории Казахстана. Я считаю, что дипломатия является тем самым ключом. Быть в хороших отношениях — краеугольный камень нашей дипломатии. Собственно говоря, в этом году мы отмечаем не только 243 года независимости нашей страны, но и 230-летие нашего Министерства иностранных дел, Государственного департамента, а значит и 230-летие американской дипломатии. Так что поддержание хороших отношений с другими странами для меня лично и есть ключ к сохранению независимости. Вот мы строим демократическое общество. Если бы у вас была возможность привнести в нашу казахстанскую модель строительства демократии в нашей стране, только одну деталь, какую бы вы деталь привнесли? Знаете, я думаю, что демократия — это путь, который проделывает страна, и определить, каким он будет, скорее, задача народа Казахстана вместе с его правительством. Но я считаю, что сильные демократические институты ведут к успешному росту экономики, и участие граждан в демократической системе — важная составляющая этого процесса. А вы можете описать отношения Казахстана и Соединенных Штатов Америки в цифрах? Прежде всего, в экономических. Каковы вот эти экономические потоки и на что делается упор? Что главенствует в них? Взаимный товарооборот на сегодня составляет больше 2 миллиардов долларов. Казахстан импортирует американских товаров на сумму около 730 миллионов долларов. Это машины, оборудование, аэрокосмические изделия. Казахстан экспортирует около 1,4 миллиарда долларов, и большая часть приходится на нефтепродукты. Между нашими странами сложились крепкие экономические связи, и мы надеемся на еще больший рост в дальнейшем. Я хотел бы добавить, что в конце прошлого года состоялся визит первой уполномоченной торговой делегации и первый визит министра торговли США в Казахстан. Этот исторический визит состоялся в октябре прошлого года. Я думаю, это показатель важной роли Казахстана и нашего желания расширять экономическое и торговое партнерство с Казахстаном. Но вот бытует мнение, что наши отношения, вообще присутствие Соединенных Штатов Америки в Азии, прежде всего связано с нефтью. Так ли это? Во-первых, я бы сказал, что США очень гордится своим сотрудничеством с Казахстаном в энергетическом секторе и вложенными инвестициями, которые приносят пользу обеим странам. Но наши отношения немного шире. В начале наших отношений мы были сосредоточены в таких сферах, как безопасность и энергетика. Но сегодня областей сотрудничества намного больше. Как вы знаете, президент Назарбаев посетил США и встречался с президентом Трампом. В результате этой встречи наши отношения перешли на уровень усиленного стратегического партнерства. Казахстан играет очень важную роль в национальной стратегии безопасности президента Трампа, согласно которой мы хотим видеть открытые и диверсифированные рынки энергоресурсов, а также региональное экономическое взаимодействие в Центральной Азии. Санкции Соединенных Штатов Америки по отношению к России привели в частности и к тому, что россиянам сейчас сложно получить визу в Соединенные Штаты. А как дело обстоит с Казахстаном? Казахстанцам просто ли получить визу? Потому что я сейчас знаю, что у нас туризм развивается, люди стараются побольше выезжать, смотреть другие страны. Вот что здесь у нас происходит? Мы выдаем примерно 11 тысяч виз в год здесь, в Генеральном консульстве в Алма-Аты. А если брать оба наших дипломатических представительства, то мы выдаем больше 20 тысяч виз в год в Казахстане. И мы хотим выдавать больше, так что ответ нет. Казахстанским гражданам не стало сложнее получать американскую визу. Мы хотим, чтобы казахстанцы чаще просили студенческие визы. Одно из важных достижений, которое недавно было достигнуто двухсторонним договором, это то, что американцам не нужна виза, чтобы приезжать в Казахстан на 30 дней. А казахстанцы, когда подают на туристическую визу, получают многократную десятилетнюю визу. Я думаю, что это просто замечательно, ведь связь между людьми важна, так же, как и дипломатические связи, над которыми работаю, например, я как дипломат. Больше казахстанцев, которые путешествуют в Штаты, и больше американцев, приезжающих в Казахстан. Это, на мой взгляд, очень важно. Я думаю, что эти цифры будут расти. Это совершенно здорово, это прекрасно. На 10 лет виза, да? Да. Да, это здорово. Вот после победы Трампа на выборах в Азии многие программы американские прекратили свое существование или были сокращены. Это была временная мера? Это была какая-то необходимость? Или вообще, что это было? Мы не закрывали никакие программы в Казахстане. У нас здесь работают очень устойчивые проекты. Кстати говоря, представительство USAID, агентства США по международному развитию, в Центральной Азии находится именно в Алматы, в Генеральном консульстве США. Стоит отметить, что Генеральное консульство США в Алматы – единственное американское консульство в Центральной Азии. Я думаю, что это демонстрирует важность наших отношений с Казахстаном. У нас есть не только посольство в Нур-Султане, но еще и Большое генеральное консульство в Алматы, которое работает над культурными программами, занимается вопросами экономического развития и другими вопросами тоже. Спасибо вам. Всего вам доброго. Я еще раз поздравляю и вас, и всех американцев с этим большим, огромным праздником. Желаю процветания в вашей стране, и в нашей стране тоже. Спасибо. Спасибо вам. Всего вам доброго и до новых встреч. Вам тоже. Спасибо. До свидания. С вами была Дипломатия. Дипломатия.